Татьяну Полуян лишили опекунства над девочкой-инвалидом, которую она буквально поставила на ноги. Взять ребенка из детдома была ее давняя мечта, но счастье материнства длилось всего полгода. Я брала двоих девочек, и по документам эти дети, одна девочка была здоровая, вторая имела много диагнозов ДЦП, карликовость. Ей было 7 лет, а рост у нее был всего 1 метр и вес 14 килограмм. Но я была уверена, что я поставлю на ноги. И у нее получилось. Виталия быстро пошла на поправку, но вот у ее сестры выявили психические отклонения, и Татьяна отказалась от опеки над вторым ребенком. У меня единственное пожелание к детям, единственное, я не смотрела цвет глаз, там ничего. Единственное пожелание было, это без психических отклонений. И как выяснилось, буквально через три дня у той девочки, которая была здорова по документам, начались психозы. Но по мнению опеки, разъединять сестер нельзя, это не отвечает их интересам, и у Татьяны забрали девочку-инвалида. Теперь вся надежда на Оксану Пушкину, которой не привыкать, разбирать горькие истории. Видно, что мама очень приросла к этой девочке, она очень много в нее вложила. Девочка с отклонениями серьезными, и она фактически довела ее до того, что ребенок сегодня полноценный и ходит в нормальную школу и так далее. Поэтому к опеке очень много претензий. Это Смоленская область, поэтому я буду обращаться к своей коллеге, к первому заместителю комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Ольге Окуневой. Слава Богу, мы рядом вместе и попробуем довести это дело до конца. На личном контроле депутата и вопросы домашнего насилия. Жертв становится все больше, и многие из них просят содействия у Оксаны Пушкиной. Она выступает за сохранение семьи и попытки примирения, но кризисных центров не хватает. Проблему поможет решить ее законопроект. Мы продолжаем жить с жертвами, и есть подозрение, что котел все-таки взорвется, потому что жертв очень много. Вот тех, кто против законопроекта, их немного, они громкие. Их порядка 30%. А вот те, кто живут в системе очень жестких координат, бесконечной травли, от насильника, их больше. Все больше процветает и семейный шантаж. Дабы не делить имущество, бывшие супруги запрещают выезд детям за границу. В законе по этому вопросу пока пробел. Тут такие федеральные темы поднимаются, законотворческие и законодательные, что вот запросами в генпрокуратуру я буду пытаться с коллегами понять вообще, а где пробел-то, а почему так может отец шантажировать, при том, что все судебные инстанции дали маму, например, ответы, что он не имел этого права. По словам депутата, разрешать юридические головоломки и бюрократические проволочки зачастую ей помогает только ручное управление, нужен системный подход и неравнодушные чиновники, и тогда людские проблемы будут решаться проще и быстрее. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Мне